Великое Отечественное И все ребята ушли И на прощание Они еще не имели Не выдавали форму Они уходили в гражданской одежде Все, мы их провожали Провожали Был у нас такой Парень Высокий, рыжий, круглолицый Веснущий ты весь Он мне написал записку Признание в любви Смешной такой Мальчишка был Он был сокий Он был сильный Но уж очень ярко рыжий Тайного возлюбленного Ольги звали Вася У подруг были Женя, Коля и другие Это все, что знали о ребятах девочки Они не успели Насладиться первым волнующим чувством Ушли работать на благо Советской армии Потому что, когда нас отправили Мы ехали в Береть Мы сначала ехали поездом До станции Комарчага От Комарчага шли пешком до Берети Нам не выдали никакой одежды Но слицовки никакой не было И в чем мы пришли В том мы И это самое Тогда не было брюк Платья были Легкое все было И Конечно, та обувь, которая была на ногах Она мгновенно Расползлась Разорвалась И мы остались босые Перед 16-летними труженицами Поставили нелегкую задачу Сплавлять лес Шестиметровые бревна Они должны были отправлять Вниз по течению маны Жили в бараке Спали на нарах Сделанных из подручных материалов Работниц было больше Чем спальных мест И если кому-то ночью Вдруг хотелось выйти на улицу Зарезервированное вечером место Как правило терялось Лечились так же, чем придется Река Щелочная То у нас руки и ноги были разъедены Ну, как в Щелочи Руки разъедают Они были И чтоб не было там никаких нарывов То в барак нас запускали На ночлежку Через медсестру была Медсестра обслуживала этот барак У нее стоял огромный чан И в этом чане был солидол И нас только пропускали тогда Когда она наши ноги Обмазывала этим солидолом Неприятная очень процедура Потому что ранки болели Ссаднила ноги Еда Ольги Головань и ее сослуживец Была однообразной Каша и хлеб Но девчонки нашли выход Очень много времени тратили на поиски лакомств Рыба, которую в мирное время Кормили собак Для них считалась деликатесом Вот залом Огромнейший Его нужно растащить И где-нибудь Между бревнами Водичка И там налив на солнышке греется Самое удивительное Ни одна из тружениц тыла Не пыталась бежать домой В трудные моменты Девочки доставали фотографию Мальчишек, ушедших на фронт И забывали про все свои трудности И для нас вот эти вот Фотографии, конечно, они Вызывали большое чувство Чувство того, чтобы люди Остались живы Чтоб люди пришли Если смерть, то мгновенная Если рана, то небольшая Просто это было необходимо И это в каждой нашей душе Это было Понимаете, мы настолько Были Героически настроенные Мы не стонали Мы не плакали Мы никому не жаловались Мы стоять Своего рыжеволосого Васю Головань Ольга Александровна Так и не увидит В 43-м году Он погибнет на фронте В 49-м году Она выйдет замуж За военного летчика И переедет из Красноярска Свердловскую область Потом вернется обратно Где сейчас находится Фотография Василия Головань Ольга Александровна Не знает КОНЕЦ